99% людей, которые будут слушать это приглашение, читают очень редко. По одной простой причине, потому что они всегда заняты. Полезно ходить хотя бы на курсы, на тренинги таких людей, как Ицхак. Ицхак – это реально человек, который достиг многого в сфере бизнес-образования, в сфере обучения личностному росту. У него есть чему поучиться однозначно. Прослушал его аудиокнигу «Уверенность себе. Ираторское мастерство». Это был, наверное, один из таких очень важных шагов на пути познания себя. Процессов, которые происходят у тебя в голове. Что такое страх, как понимать вообще критику. У нас совершило на том этапе жизненного пути прорыв в моем самоосознании, скажем так. Ицхак очень энергичен. Бывает, ты ходишь на бизнес-тренинг, и там просто ты засыпаешь. От минуты ты все ждешь этого перерыва. У Ицхака этого однозначно нет. Все тренинги очень живые, они разнообразные, они полны шуток, они полны юмора. Он в своих речах как раз не стремится усложнять простые понятия. Я впервые вообще узнал об Ицхаке, когда прослушал его аудиокнигу «Уверенность себе. Ираторское мастерство». И, по сути говоря, это был, наверное, один из таких очень важных шагов на пути познания себя. Познание процессов, которые происходят у тебя в голове. Как с ними работать, что такое страх, как с ним работать с этим страхом. Как работать с критикой. Как понимать вообще критику, что происходит вокруг этой гады. Ну, на самом деле, достаточно глубокая книга. И действительно, она совершила на том этапе жизненного пути прорыв в моем самоосознании, скажем так. Ицхак очень энергичен. С ним весело. То есть, однозначно. То есть, бывает, ты ходишь на бизнес-тренинг, и там, ну, просто ты засыпаешь. Там, от минуты, ты же все ждешь этого перерыва. И достаточно сложно воспринимается информация, когда она доносится вот в таком немножко нудном формате. У Ицхака этого однозначно нет. То есть, это все тренинги очень живые, они разнообразные, они полны шуток, они полны юмора. Они полны очень глубоких вещей, которые обличены очень простую, понятную форму. Вот, как бы, он в своих, как бы, речах как раз не стремится усложнять простые понятия. По сути говоря, инвестиции в себя – это тот ресурс, который никто у тебя никогда отнять не сможет. То есть, это тот багаж, который является, вот он у тебя здесь хранится. Некий капитал, который ты конвертируешь. На этапе взросления и становления любой человек должен, если он хочет быть успешен и современен, он должен изучить опыт предыдущих поколений и успешные решения. То есть, то, что, как бы, реально работает. Для того, чтобы хорошо понимать себя, окружающий мир, среду, в которой он обитает или работает. И, соответственно, каким образом, как бы, ну, выходил из всего этого с поднятой головой. И, собственно, добивался успеха во всех областях этой жизни. У нас в стране вообще не готовят готовых специалистов, наверное, ни в одной области. Вот, если взять университетское образование, наверное, нет ни одной области, в которой, как бы, мы бы получили готового специалиста. То есть, любая профессия, она требует сразу же, как только ты ее завершил, ее изучение, там, постоянно вы повышение квалификации, чтобы дойти до какого-то там среднемирового уровня. То есть, люди привыкли и ожидают получения определенного уровня услуг. И как же их предоставлять, этот средний или выше среднего уровня услуг, когда у тебя работают люди, которые нигде и никем не обучены никогда? Это невозможно по определению. То есть, если ты хочешь успешно продавать, у тебя должны работать эффективные продавцы. Это профессия, то есть, ее надо обучать. А где у нас обучают профессии продавца? Да нигде. То есть, либо человек сам путем проб и ошибок, там, стажировок, работы, какого-то опыта, или, там, собственно, сам учился где-то, он получил какие-то знания, которые ему позволяют быть успешным продавцом, и тогда, да, у него что-то получается. А если нет? А большинство как раз вот не такие. Я абсолютно уверен, что умнее, опытнее нас могут сделать две вещи. Вернее, три. Первое – это прочитанные книги. Второе – это люди, с которыми мы встретились. Третье – это, собственно, опыт, на основании которого мы сумели извлечь какие-то выводы. Я убежден в том, что 99% людей, которые будут слушать это приглашение, читают очень редко. По одной простой причине – потому что они всегда заняты. И я считаю, что в этих условиях полезно ходить хотя бы на курсы, вот таких, на тренинге таких людей, как Ицхак. Потому что Ицхак – это реально человек, который достиг многого в сфере бизнес-образования, в сфере обучения личностному росту, в сфере, там, разных, там, специфических, как бы, курсов. Он реально многого достиг, и у него есть чему поучиться однозначно. То есть выделить один день в своем напряженном графике и получить вот этот концентрат однозначно будет полезно всем занятым бизнесменам и руководителям.